Сегодня у нас с вами очень серьезный предстоит разговор. И, как мы и говорили, речь пойдет о самой таинственной, самой сложной и очень важной книге Священного Писания Ветхого Завета, книге Иова. В самом начале мы построим так нашу встречу. Мы с вами немножечко услышим о значении этой книги в русской литературе, в живописи, да и не только в русской, но наверняка и в мировой литературе. И огромное количество писателей, которые обращались к этому удивительному произведению. Итак, в самом начале мне хотелось бы вам сказать о том, что книга Иова раскрывает нам удивительную тайну страданий человека. Сегодня очень многие люди задают вопрос, ну куда смотрит Бог, когда страдают невинные дети, младенцы, пожилые, престарелые люди. Книга Иова дает ответ на эти очень сложные вопросы. Давайте мы с вами коснемся важности сегодняшней нашей темы с интересной цитатой. Книга Иова ставит новую для Ветхого Завета проблему о смысле страданий, посылаемых Богом праведнику. То есть речь не идет о страданиях грешников. Смерть грешников люта. Речь идет о том, почему же невинные страдают. Трагическая окраска всей книги, с одной стороны, ее заключение, сообщающее о материальном воздаянии за перенесенные Иовом страдания, с другой показывает, что данная проблема может быть окончательно решена только в свете Нового Завета. На этот мучительный вопрос отвечает апостол Павел. Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Римлянам, 8 глава, 18 стих. «Восполняю недостаток в плоти моей скорбей христовых за тело его, которое есть церковь». Послание апостолов Павла. Колоссянам обращает святой апостол эти слова. Итак, все-таки давайте мы коснемся. Почему эта книга не давала покоя многим великим писателям, философам, художникам? Потому что она о самом главном. А почему человек должен страдать? Почему он переживает те скорби, которые выпадают на ту долю, которую, кажется, он и не заслужил? Мне хотелось бы коснуться произведения, известного произведения Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовых». И там в одной из глав он пишет. «А и сколько тут великого, тайного, невообразимого! Слышал я потом слова насмешников и хулителей, слова гордые. Как это мог Господь отдать любимого из святых своих на потеху дьяволу? Отнять от него детей, поразить его самого болезнью и язвами так, что черепком счищал себя гной своих ран? И для чего, чтобы только похвалиться перед сатаной? Вот что, дескать, может вытерпеть святой мой ради меня. Но в том и великое, что тут тайна, что мимо идущий лик земной и вечная истина соприкоснулись тут вместе. Перед правдой земною совершается действие вечной правды. «Тут творец, как и в первые дни творения, завершая каждый день похвалою, хорошо то, что я сотворил, смотрит на Иова и вновь хвалится созданием своим. А Иов, хваля Господа, служит не только ему, но послужит и всему созданию его в роды и в роды и во веки веков, ибо к тому и предназначен был». Вот почему на Иове исполняется то важное, почему Бог попускает именно ему. Потому что на его примере, чтобы всем последователям, всем тем, кто будет задавать себе эти вопросы, мы получали ответы. Этой темы касается Гетты в своем произведении «Фауст». Вот что пишет Достоевский об этом. «Фауст Гетты – это только переживание книги Иова. Прочтите книгу Иова, и вы найдете все, что есть главного, ценного у Фауста. Вся первая сцена пролога на небе Гетты использовал целиком как пролог на земле своего Фауста». Больше того, Достоевский вообще писал о том, что невозможно понять произведение, о котором только что было сказано, без книги Иова. Об этом еще также писал Ломоносов. Я хотел бы вам прочитать его замечательную оду. Есть у Ломоносова на 38, 39, 40, 41 главы целая написанная ода. Представляете, как те люди, великие ученые, занимались исследованием Священного Писания, что даже на них оды писали. В отличие от сегодняшних, которым все некогда, как нам, особенно современной и молодежи, да и людям, озабоченных вот этой временной суетой, некогда даже Священное Писание прочитать. Не то, что уже оду на какой-то из глав написать. Но давайте все-таки коснемся, какое великое слово. Я привел его в сокращение и хотел бы вам немножечко прочитать об этом. Итак, ода, выбранная из книги Иова на 38, 39, 40, 41 главу этой книги Ветхого Завета. О, ты, что в горести напрасно на Бога ропщешь, человек! Внимай, коль в ревности ужасно, он к Иову из тучи рек. Сквозь дождь, сквозь вихрь, сквозь град блистая и глазом громы прерывая, словами небо колебал и так его нарасплюзвал. О, сбери свои все силы ныне, мужайся, стой и дай ответ. Где был ты, как я в стройном чине, прекрасный сей устроил свет, когда я твердь земли поставил и сон небесных сил прославил? Величество и власть мою, яви премудрость ты свою. Где был ты, как передо мною, бесчисленной тьмы новых звезд, моей возжженных вдруг рукою в обширности безмерных мест? Мое величество вещали, когда от солнца воссияли повсюду новые лучи, когда взошла луна в ночи. Кто море удержал бригами и бездне положил предел, и ей свирепыми волнами стремиться далее не велел? Покрытую пучину мглою, не я ли сильной рукою открыл и разогонал туман из суши, сдвигнул океан? Возмог ли ты, хотя однажды, велеть раннее утру быть и нивы в день томящей жажды дождем прохладным напоить? Пловцу способный ветер направить, чтоб в пристани его поставить и тяготу земли тряхнуть, дабы безбожных с них сопхнуть. Слышите, как относился Ломоносов к безбожникам? Уже тогда, прочитав книгу, он пишет, «Дабы безбожных вообще с земли сопхнуть». Интересное выражение. И продолжает. «Отверзлись ли перед тобою Всегдашние покрыты мглою Со страхом смертные врата? Ты спер ли адовы уста? Твоей ли хитростью взлетает орел на высоту паря? По ветру крила простирает И смотрит в реки и моря? От облака видит он в высоких В водах и в пропастях глубоких, Что в пищу я ему послал? Толь быстро око ты ли дал?» Задает вопрос Ломоносов этому от имени Бога человеку. «Ты можешь ли Левиафана науде вытянуть на брег В самой средине океана? Он быстрый простирает бег Светящимися чешуями покрыт Как медными щитами Копье и меч и молот твой считает За тростник гнилой Как жерно в сердце он имеет И зубы страшный ряд серпов Кто руку в них вложить посмеет? Обширного громаду света Когда устроить я хотел Просил ли твоего совета Для множества таликих дел? Как перст я взял в начале века Дабы создать и человека Зачем тогда ты не сказал Чтоб вид иной тебе я дал? Сие, о смертный, рассуждая Представь зиждителю власть Святую волю почитая Имей свою в терпенье часть Он все на пользу нашу строит Казнит кого или покоит В надежде тяготу сноси И без роптания прости Это произведение Такую воду написал Ломоносов В периоды с 1743 по 1751 год Который также заслуживает Наше очень серьезного Пристального внимания И наверняка удивление Давайте коснемся Кроме наших замечательных писателей Еще и наших известных художников Вот, например, мне хотелось бы Чтобы обратили внимание на слайд Есть такой замечательный художник Боровиковский Лука Вот на этом слайде Изображено его полотно Которое он Ну, во-первых, будучи человеком Не просто верующим А учившимся у иконописцев Вообще художники очень часто Приобретали навык Изобразительного искусства У иконописцев То есть вот они были Учителя наших художников В отличие от того Что сегодняшние художники Ну, наверное, от слова Худа, можно сказать То, что они выставляют Ну, нам, в общем-то В большинстве и непонятно Хотя кто-то может называть Это и современным искусством Но мы понимаем Чем отличается Глубокое духовное содержание От того, что человек Просто попытался выразить От ветра головы свои я Алексей Степанович Хомяков Это же известный Не только русский поэт Художник, иконописец Публицист, богослов, философ Он еще и художник Он написал замечательное произведение Касающееся этого произведения И, конечно, нельзя не обойти Еще одного замечательного русского художника Художника Илья Репина Который также изобразил Своё чувство На книгу Иова Которую так и называл Иов беседует с друзьями То есть вот это То, что мы сейчас с вами Будем разбирать Итак Познакомившись с тем Что не только в литературе В искусстве Тема книги была очень интересной Томительной Очень сложной Глубокой И таинственной Давайте приступим к чтению И изучению этой книги Настолько, насколько нам позволит время Потому что хотелось бы Напомнить, что В рамках наших встреч И нашей встречи Вряд ли можно разобрать подробно Все 42 главы Которые включают себя в эту книгу Но цель нашей Сегодняшней беседы Это пробудить у вас интерес Ее прочитать дома Что же трогало сердце Тех людей Которые Прикасались к этой книге Со вниманием И не просто Когда-то прочитав Снова возвращались к ней Достоевский очень часто Обращался к этой книге И Как он Писал в своих письмах Даже ужасался Ходя по комнате Вспоминая Книгу Иова То есть Это такой глубокий смысл И страшного суда И страданий И грядущего суждения И Грядущего спасения Что человек Внимательно Вчитывающийся В эту книгу Наверняка Найдет для себя Много полезного Итак Главным действующим Лицом Этой книги Является Сам Иов По имени Которого Назван Эта книга Время написания Это примерно Время Царя Соломона Об этом Пишет Святитель Иоанн Златоуст И Григорий Богослов Они ссылают Нас Ко времени Написания Этой книги Именно К временам Соломоновым Я бы хотел Процитировать Вам еще Одну цитату Которая Подтвердит Истинность Слов Есть Разные Исследователи Которые Говорят Что Особенно Среди Еврейских Исследователей Что Дескать Это является Книга Некой Притчей Она Очень глубокая Но под собой И не имеющая Такого Исторического Подтверждения Хотя Это не так Мы с этим Мнением Не соглашаемся И почему Мы сейчас Об этом Скажем Потому что В книге Иезеки 14 главы 13 по 16 Стих Мы читаем Такие слова Сын Человеческий Говорит Господь Пророку Иезекилю Если бы Какая земля Согрешила Передо Мною И если бы Нашлись В ней Сии Три мужа Ной Даниил И Иов То они Праведностью Своею Спасли бы Только Свои Души Не спасли бы Ни сыновей Ни дочерей А они Только они Спаслись бы Итак Если мы Слышим Что Сам Господь Бог Называет Среди Имеющих Возможное Спасение Три Реально Существующих Живущих И обозначенных В истории Священного Писания Ноя Даниила И Иова Это еще раз Подтверждение То что это не Притча Это не вымысел Это реально Существующие Реально Бывшие Люди Которые В свое Время Жили На этой Грешной Земле Дальше Мы Увидим В Иове Такие Патриархальные Формы Жизни То есть Он Предстает Как Отец Он Предстает Как Глава Семьи И он Предстает Как Священно Действующий Что это Значит Ну Глава Семьи Это всем Понятно Он Действительно Отец Он Настоящий Мужчина То есть Он тот Который Содержит В своем Доме Порядок Дисциплину И все Необходимое Что Нужно Для Своей Семьи Он Обеспечивает Но Что же Значит Он Священно Действует Вот К этому Мы С вами Тоже Сегодня Коснемся И Постараемся Эти Цитаты Услышать Процитировать Для того Чтобы Понять В чем Заключается Смысл Его Священно Действия Время Жизни Ноя Наиболее Вероятной Датой Как раз Таки считается Это где-то Пятый Век До Рождества Христова Итак Давайте Мы с вами Приступим К самому Тексту Этой Книги Во-первых Нужно Сказать Что В самом Начале Книги Она Очень Точно Характеризует Иова Как Человека Был Человек В земле Уц Имя Его Иов И Был Человек Этот Непорочен Справедлив И Богобоязнен И Удалялся От Зла Посмотрите Какие Важные Характеристики Автор Книги Полагает Сам В его Начале Он Был Человек И вот Здесь Немножко Отвлекаясь Мы Человек 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 Который Не Смотрит К Небу И Не Воздают Не Воздают Хвалу Создателю Уже Тело Человека Мы Слышали Говорят Душа Из Него Вон То Есть Уже Осталось Тело И Мы Слышим В различных Новостных Сюжетах Нам Говорят Вот Там Пострадали Люди Или Там Взорвались Или Ну Каким-то Там Образом Погибли И Осталось Столько Фрагментов Человеческих Тел Уже Не Называют Столько Фрагментов Людей То Тела Это Уже Останки Без Души Человек Вот Каждый Из Нас Это Человек Который Управляется Своей Душой И Направляет Своё Тело Подчиняет Душе Если Он Понимает Что Душу Дает Бог И Рано Или Поздно Заберет Ее То Он Совсем По Другому Живет В отличие От Того Который Говорит Нет Я Плоть И Меня Душевные Ваши Переживания Не Волнуют А тем Более Духовные Меня Интересует Что Есть Что Пить Во Что Одеться Об Этом И Предупреждает Нас Евангелие Не Ищите Что Есть Что Пить Во Что Одеться Ибо Всего Это Вы Ищут Язычники А Вы Ищите Прежде Царствие Божие Правда Его И Все Остальное Приложится Вам Это Говорится О том Что Если Ты Человек Ты Поднимаешь Свои Глаза К Небу Горе Имеешь Сердца Вот Почему Священное Писание Называет Иова Человеком Он Понимал Что Есть Бог Он Любил Его И Вы Знаете Мне Хотелось Бы В Отличии От Последовательности Толкования Переверут Несколько Страниц И Все Таки С Характеристики Иова Прочитать В 29 Главе Каким же Он Был Чтобы Понимать А что Значит Быть Настоящим Человеком Вот Послушайте Когда Еще Вседержитель Был Со Мною И Дети Мои Вокруг Меня Когда Пути Мои Обливались Молоком И Скала Источала Для Меня Ручьи Елея Когда Я Выходил К Воротам Города И На Площади Ставил Седалище Своё Юноши Увидев Меня Прятались А старцы Вставали И Стояли Князья Удерживались От Речи И Персты Полагали На Уста Свои Делали Вот Так Тихо Идёт Это Известный Жест Который Описывается В этой Книге Голос Знатных Умолкал И язык Их Прилипал К гортани Их Ухо Слышавшее Меня Ублажало Меня Око Видевшее Восхваляло Меня Потому Что Я Спасал Страдальца Вопиющего И сироту Беспомощного Благословение Погибавшего Приходило На Меня И Сердцу Вдовы Доставлял Я Радость И Облекался Вправду И суд Мой Одевал Меня Как Мантия И Увясла Я Был Глазами Слепому И Ногами Хромому Отцом Был Я Для Нищих И Тяжбу Которых Я Не Знал Разбирал Внимательно Вот Какое Удивительное Описание Таких Качеств Дать Для Человека Современного Он Был Глазами Слепому Это Что Значит Проводить Того Которое Зрение Потерял Был Ногами Хромому Это Что Значит Помочь Тому Кто Плохо Ходит Находится В Старости Как Важно Нам Вот Эти Примеры Для Себя Вот В Современной Жизни Ожесточенного Мира Пробуждать Вернемся К первой Главе В этой Первой Главе Рассказывается Как бы В прологе О том Как Жил Иов Он Имел Десять Детей У него Было Семь Сыновей У него Было Три Дочери Причем Это Были Достаточно Благополучные Дети Они Были Послушные Они Были Как бы Сейчас Сказали Успешны Вот Как Об этом Нам Говорит Книга Иова В первой Главе Ибо Нет Такого Как Он На Земле Человек Непорочный Справедливый Богобоязненный И удалялся От зла Еще раз Повторю Непорочный Богобоязненный Удаляющийся От зла Давайте Запишем Это На скрижалях Своих Сердец Как Важно Быть В подобии Человеческом Удаляться От зла В непорочности И стремиться К правде Больше Того Первая Глава Книги Иова Описывает Насколько Он Был Богат Имение У него Было Семь Тысяч Мелкого Скота Три Тысячи Верблюдов Пятьсот Парвалов И пятьсот Ослиц И весьма Много Прислуг И был Человек Этот Знаменитий Всех Сынов Востока Сыновья Его Сходились Делая Пиры Каждый День В своем Доме В свой День И Приглашали Трех Сестер Своих Есть И пить С ними Когда Когда Круг Пиршества Дней Совершался Иов Посылал За ними И освещал Их И вставая Рано Утром Возносил Все сожжения По числу Всех Их И одного Тельца За трех О душах Их Ибо Говорил Иов Может быть Сыновья Мои Согрешили И похулили Бога В сердце Своем Так Делал Иов Во все Такие Дни Что это Означает Как Несвященнослужение Он Не только Помогал Детям Вот как Сейчас Родители Думают Надо Детям Помогать Или мы Живем Ради Детей Работаем Чтобы у Них Все Было Но Как Часто Вот Те Дети Которые Все Это Все Получают Без Труда Как Они Мало Это Все Ценят И Иов Он Заставлял Помнить Бога И Собирал Всех Он Был Патриархального Образа Жительства То есть Он Имел Не только Право Раз Он Отец И глава Семьи И податель Благ И молитвенник Он имел День Когда Собирал Всех Своей Властью Что Кстати Редко Делаем Мы С вами А надо Бы Собирать Своих Домашних Особенно Это Касается Мужчин Это Не только Право Но обязанность Главы Семьи Собирать Всех И назидать И Наставлять И молиться И давать Советы И У нас В Новозаветной Церкви Есть возможность Посещать Литургию И может быть Иметь День Общего Говения Как есть В нашей Православной Школе Есть во многих Семьях Такой день Когда все Вместе Причащаются Это Очень Хороший Обычай Мне бы Хотелось Чтобы Вы Этот Обычай Поддержали И Участвовали В нем В дальнейшем Поэтому Дело Каждого Мужчины Как главы Вот Немножко Подражая Иова В его Благочестии Человеческого Отношения К Богу К своим Родным И близким Быть еще И священно Действующим Лицом А вдруг Говорил Иов Кто-то Из детей Моих В мыслях Похулил Бога Вы представляете Какая Правда Не то Что он Ошибся Напился Или Оступился В жизни А вдруг Моего Бога Я буду Приносить Регулярно Свои Приношения Господу Как важно Нам Вот особенно Мужчинам Главам Семьи Молиться За своих Детей И приносить Свою Жертву Богу Бескровную Жертву Это Ну хотя бы Посещением Ежевоскресного Богослужения Литургии И Направление Восвятой Алтарь Записочки О всех Своих Родных Здесь уже Не нужно Приносить Ни валов Ни тельцов Не овец На жертвенник И сжигать Как это делал Иов А нам Нужно посещать Литургию И каждую Неделю После определенных Дней наших Недельных Забот и Трудностей Приходить Как Господу Приносить Это служение Нужно Сказать Еще Имение Иова Представьте Какие Должны Быть У него Земли Представляете Сколько Нужно Иметь Земли Чтобы Семь тысяч Волов Семь тысяч Ослиц И Там Множество Овец Спаслось Вот каким Богатым Был Иов И далее И вот Приходит Вестник К Иову И говорит Валы Орали И ослицы Паслись Подли Них Как Напали Савиане И Взяли Их И Отраков Поразили Острием Меча И Спасся Только Я Один Чтобы Известить Тебя Только Этот Прибежал Прибежал Другой Он Говорит Огонь Божий Упал С неба И опалил Овец И Отраков И Пожрал Их И Спасся Только Я Один Чтобы Возвестить Тебе Только Этот Прибежал Прибегает Третий Третий Говорит Халдеи Расположились Тремя Отрядами И бросились На верблюдов И взяли Их А отроков Поразили Острием Меча И Спасся Только Я Один Чтобы Возвестить Тебя Еще Этот Говорил Забегает Следующий И Говорит Большой Ветер Пришел От Пустыни И Охватил Четыре Угла Дома Твоего И Дом Упал На Отроков И Они Умерли И Спасся Только Я Один Чтобы Возвестить Четыре Посланца Прибегают Один За Другим И Каждый Приносит Трагическую Весть Которую Можно Сформулировать Одним Словом Все Что Ты Имел Ты Потерял Детей Скот Богатство Все Ты Теперь Нищий Но Вот Дорогие Что Происходит Дальше Вторая Глава Этой Книги Которая Заставляет Нас Глубоко Задуматься Был День Когда Пришли Сыны Божьи Предстать Пред Господом Между Ними Пришел И Сатана Предстать Пред Господом И Сказал Господь Сатане Откуда Ты Пришел И Отвечал Сатана Господу И Сказал Я Ходил По Земле И Обошел Ее Давайте Остановимся Здесь И Чуть Поразмыслен Он Вы Видите Как Посещает Землю Он Ее Обходит Ища Кого Погубить Об Этом Новый Завет Нам Говорит Очень Ясно Враг Ваш Дьявол Как Лев Рыкающий Ищет Кого Поглотить Вот Эти Слова Которые Еще раз Должны Напомнить Нам Не Только Существование Событий Или Героев Этой Книги Но И Существование Демона Кстати Единственная Глубоко Погружающаяся Погружающая Книга Вопросы Демонологии Это Книга Иова Нигде Так Об Этом Не Пишется Как Здесь И Здесь Все Серьезно Что Происходит На небе Что Потом Фауст В Гетте В своем Фаусте Начнет Описывать Более Подробно И Интерпретировать Уже Под свои Мысли Своего Произведения И Сказал Господь Сатане Откуда Ты Пришел И Отвечал Сатана И Сказал Я Ходил По Земле И Обошел Ее И Сказал Господь Сатане Обратил Ли Ты Внимание Твое На Раба Моего Иова Ибо Нет Такого Как Он На Земле Человек Непорочный Справедливый Богобоязненный И Удаляющийся От Зла Вы Слышите Это Слова Господа Бога Который Повторяет То За Что Хвалит Своего Раба И Досели Пред Своей Тверд В Своей Непорочности А Ты Возбуждал Меня Против Него Чтобы Погубить Его Безвинно И Отвечал Сатана Господу И Сказал Кожу За Кожу А За Жизнь Свою Отдаст Человек Все Что Есть У Него Но Простри Руку Твою И Коснись Квости Его И Плоти Его Благословит Ли Он Тебя И Сказал Господь Сатане Вот Он В Руке Твоей Только Душу Его Сбереги И Так Мы Слышим Что Господь Попускает Дьяволу Над Этим Страдальцем Возыметь Определенные Свойства Есть Такое Хорошее Сравнение Дьявол Как Пес На Поводке У Бога Вот Он Может Поводок Этот Отпускать А Может И Сокращать И Бог Попускает Иногда Для Пользы Людей А А может Быть По Собственному Промыслу Те Или Иные Обстоятельства События В жизни О которых Человек Сначала Не Понимает Но Как Мы Знаем С вами Бог Не Сотворил Зла И Все Что Он Делает Это Делается Ко Благу И В Дальнейших Главах Это Мы С вами Обязательно Прочитаем И Так Он Просит У Него Возможности Кроме Того Что Он Потерял Еще И Телесного Наказания То есть Болезни И Что Происходит И Отошел Сатана От лица Господа И Поразил Иова Проказою Лютою От Подошвы Ноги Его По Самой Теме Его Вообще Слово Проказа Для нас Современных Христиан Вообще Даже Незнакомое Это Такие Сильно Чешующиеся Раны Которые Не только Покрываются Определенной Там Поверхностью Крови Сгустками Язв Но Еще И Имеют Страшный Зуд При Расчесывании Которых Они Еще Увеличиваются А Если От Пят До Темени Представьте Какое Страдание Переживал Человек Прокаженных Не Оставляли В Обществе Их Обязательно Удаляли За пределы Живущих В городах Или тех местностях Где жили Обычно Здоровые Люди Вот Почему Когда Он Поражает Иова Этой Проказой Тот Действительно Был Вынужден Оставить Жилище Людей И уйти За его Пределы И там Мы с вами Знаем Что он Даже Сидел И снимал Гнои Текущие Со своих Ран Черепками Это Же Какое Нужно Иметь Страдание Чтобы Это Все Пережить И в этом Страдании В этом Страдании Он Открывает Уста И в третьей Книге Мы читаем Открыл Иов Уста Свои И проклял День Свой И начал Иов И сказал Погибни День В который Я родился И ночь В которую Сказано Зачался Человек День Тот Да Будет Тьмою Да Не Взыщет Его Бог Свыше И Да Не Воссияет Над Ним Свет Да Омрачит Его Тьма И Тень Смертная Да Обложит Его Туча Да Страшится Его Как Палящего Зноя Вот Какие Из Внутри Страдающей Души Исходят Слова Иова Вся Третья Глава Это Стон Это Даже Такое Знаете Сожаление О том Что Я Родился Имел Все Все Потерял И Он Жалеет О том Дне Когда Он Был Зачал Быть Зачат На Что Дни Страдальцу На Что Дан Свет Ему И Жизнь Огорченным Душою Которые Ждут Смерти И Нет Ее Которые Вырыли Бы Ее Охотнее Нежели Клад Обрадовались Бы До Восторга Восхитились Бы Что Нашли Гроб Он Уже Мечтает О Смерти Кроме Того Что Он Вспоминает С С С С С День С С С Рождение В Этот Мир Он Ищет Смерти Готовый Скорее Раскопать Землю Как Клад Которого Уже Не Ищет А Скорее Найти Б Гроб Четвертая Глава Книга Иова Нас Соприкасает В Диалог Иова С Его Тремя Друзьями Что Это Друзья Это Елефас Это Вилдат И Софар Это Люди Которые Жили В Окрестностях Где Жил Сам Иов И Каждый Из Них Приходит Для Того Чтобы Как То Утешить Поддержать Его Но У Них Скажем Понятным Языком Не Очень Хорошо Получается Есть Слова Которые Лучше Не Говорить Знаете Вот Человек Очень Больно Говорит Да Ты знаешь Да Ничего Да Все Пройдет Лучше Знаете Лучше Б ты Не Приходил Вот Твои Пустые Слова Меня Никак Не Вдохновляют И Мне Жизненных Сил Не Дают А Они Мало Того Понимают Что Он Лежит Это Лежачий Больной Может Он Встал Да Ушел И Не Хотел Б Слушать Их Разговоров А Он Слушает И Отвечает То Мало Того Что Ему Доставляет Большую Рану То Что Они Говорят Его Пытаясь Утешить Он Еще И Отвечает Вступает В диалог О котором Повествуют Следующие Главы И Мы С Вами Можем Услышать Что Есть Определенная Доля Правильных Размышлений Но Как Они Все Это Преподают Вот Давайте Процитируем Из Четвертой Главы Третьего Стиха Несколько Строк Вот Ты Наставлял Многих И Опустившиеся Руки Поддерживал Подающего Восставлял Падающего Восставляли Слова Твои И Гнущиеся Колени Ты Укреплял А Теперь Дошло До Тебя И Ты Из Немог Коснулась Тебя И Ты Упал Духом Богобоязненность Твоя Не Должна Ли Быть Твоею Надеждой И Испорченность Путей Твоих Упованием Твоим Вот здесь В этих словах Слышите Что Говорит Ему Елефас Испорченность Путей Твоих Иов Не считает Себя Человеком Который Прожил Испорченную Жизнь Он Не просто Себя Оправдывает Он Не находит В себе Тех Порочных Дел За которые Он Б мог Вот так Страдать Вы Слышите Опять Этот Вопрос За Что Он Не находит То есть Праведник Не может Страдать Есть Такое Размышление Оно Очень часто Применялось На Востоке Раз И эти Друзья Кстати Это ему И говорят Раз Ты Страдаешь Значит Ты Грешник Потому Что Праведники Благоденствуют А Раз Ты Страдаешь Значит Ты Грешник А Если Ты Не Был Грешником Ты Был Не Болел И Не Страдал И Вот Книга Иова Она Показывает То Что Праведник Может Страдать Ни за Что Почему Во-первых По попущению Божию Давайте Не забудем Что случилось На небе Помните С тем Кто Обошел Су землю И просил Погубить Его Но Бог Не дал Ему Погубить И сказал Душу Только Его Не Трож Что Значит Не Разделяй Душу От Тела Остальное Даже И кости Костей Он Может Коснуться Бог Ему Попускает Для чего Чтобы показать На жизни Праведника Насколько Он Может Это Все Преодолеть Мы С вами Будем Переворачивать Странички Потому Что Еще раз Напомню Цель Нашей Встречи Пробудить Желание Прочитать Самим Более Подробно Остановимся На самых Важных Частях Следующих Глав В ответе Иова Уже В шестой Главе Он Говорит Укажите В чем Я Погрешил Как Сильны Слова Правды Но Что Доказывает Обличение Ваше Вы Придумываете Речи Для Обличения На ветер Пускаете Слова Ваше Вот Страдающий Человек Еще Страдает Не только От своих Ран Язв Телесных Переживаний Но еще От душевных Мук Которые Доставляют Ему Учешающие Друзья Что Такое Человек Что Ты Столько Ценишь Его И Обращаешь На него Внимание Твое И Посещаешь Его Каждое Утро Каждое Мгновение Испытываешь Его Снова Мольба Из Сердца Иова И Вот Вступает В Диалог Следующий Друг Вилдат Савхиянин Вот Что Он Говорит Поднимается Что Может Может Быть Нищий Странник Праведником За Которого Себя Воздаёт Может Ли Он Быть Мессией Вот Этот Странник Нищий На Вид В Сандалях Скромный Среди Простого Народа Среди Мытарей Грешников Идущий В окружении Многих Людей В групп Встречают Напыщенные Фарисеи Саддуке И Книжники И Это Мессия Может Либо Вот Так Выглядеть Мессия Понимаете Откуда Это Это Еще С тех Из Рода В род Переходящих Что Успешный Человек Он Богом Благословленный А если Бедный Значит Что Значит Грешный И Поэтому Если Сгорел У соседа Дом Бог Его Наказал А Помните Как мы Читали Буквально Во вчерашнем Евангелии Которая Читалась За Божественной Литургией Христос Дает Вообще Обратную Форму Понимания Разве Не знаете Что Те Люди На которых Упала Башня Силуамская И Придавила 18 человек Были Грешнее Многих Живущих В Иерусалиме И так Если Не покаетесь Все Так же Погибнете То есть О чем Это Говорит Мы Что Думаем Что Если Упал Кто-то В авиакатастрофе Пострадал Разбился Это Все Грешники Там Были Да Никогда Христианское Сознание Об этом Не Подумает Или Утонул Какой-то Корабль Или Взорвалось Или Разливы рек И люди Погибли Или Теракт Это что Самые Грешники Там Были Всегда Помолись О людях Которых Пострадали Всегда Пожалей Немножко Поскорби А не Возрадуйся Сердцем А вот Там Погибли Значит Они Грешники А у Меня Дом Не Горит У Меня Не Затопило Значит Я Что Вот Какая Мысль Посещает Человека Иногда Но Я Наверное Не Такой Грешник Как Прочие Помните Следующая Притча Христа Хорошо Что Я Не Такой Как Прочие Грешники И Пощусь И Десятину Приношу Он В синагоге А мы В храм Ходим Поэтому У нас Все Должно Быть Хорошо А Если У кого-то Вдруг Плохо Значит Он Грешник Где-то Он Согрешил Вот Братья Сестры Это Совершенно Неправильная Мысль В корне Изменяемая Именно Этой Книгой Цик Может Быть Праведным И Страдать Постараюсь Вспомнить Такую Интересную Тоже Притчу Когда Если Бог Даст Мы Удивимся Трем Вещам Первое Это Мы Увидим Там Людей Которых Совершенно Не ожидали Там Ожидать Это Бедный Какой-то Нищий Вот Это Которая Там Сидела На Паперти Или Может Быть Вот Эта Самая Простая Скромная Женщина Здесь В Царстве Небесном Мы Совершенно Изумимся Тем Кого Увидим В Царстве Небесном Которые Там Не Не могли Никак По Нашему Представлению Оказаться Кроме Того Второе Чем Мы Удивимся Это Тому Что Там Не Окажется Тех Людей Которых Мы Думали Что Они Точно Попадут В рай Ну Кто Это Священники Архимандриты Вообще Люди Которые Стояли Прямо Вот Перед Амвоном Прямо В церкви Прямо Перед Центральным Аналоем Ну Вот Эти Что Точно А Их Мы Не Найдем Вот Это Второе Изумление И Третья Причина Почему Удивимся Как Мы То С Вами Там Оказались Вот Тоже Такое Есть Выражение Поэтому Никогда Нельзя Осуждать Человека Который Страдает Христианское Сознание Понуждает Сострадать Помочь Этому Человеку Что и Делал Христос Почему И был Отвержен Этой Элитой Потому Что Элита Бедность Не Принимает Вы Обратили Внимание Почему Нищие Сидят Возле Храма Разве В храме Больше Денег Чем В банках А Вы Видели Нищих Возле Банков Крупных Вот Идете Банк А там Нищие Сидят С подаянием С рукой Там Больные Храмы Видели А вопрос А почему Они Не сидят Там Потому Что Там Не Дают Денег Много А Милосердия Мало А возле Храма Мало Денег Люди По Копейке Дают А ему Слава Тебе Господи На Буханочку Хлеба И Хватит Денег Мало А Милосердия Больше И Это Еще раз Говорит О чем Что Христиане Не смотрят На то Что Ты Бедный У Каждого Внутри Человеческого Естества Его Тела Его Бессмертная Душа Вот Почему Разговор О Душе Это Снова Книге Дальше Из Девятой Главы Хочу Прочитать Вам Тридцать Третий Стих Нет Между Нами Посредника Который Положил Бы Руку Свою На Обоих Нас Говорит Иов Да Отстранит Он От Меня Жезл Твой И Страх Его Да Не Ужасает Меня И Тогда Я Буду Говорить И Не Убоюсь Его И Ибо Я Не Таков Сам В Себе А Противила Душе Моей Жизнь Моя Уже Стенает Иов Давайте Его Тоже Пожалеем В состоянии В котором Находится Иов Не Дай Бог Оказаться Кому Нибудь Из Нас И Что Из Наших Уст Могло Бы Вылететь В Дни Этих Страданий Потеряв Все Обнищав Потеряв Силы Здоровья Потому Что Помните Разговор Врага Рода Человеческого С Господом А может Быть Даром Он Так Служит Тебе Он же Не Просто Так Служит Он же Потому Что Имеет Все Богатство Все У него Хорошо В жизни Поэтому Он Тебе И молится Помните Как Говорят Вот Будет У меня Хорошо Будут У меня Материальные Ценности Вот Квартиру Получу Машину Получу Банковскую Карточку У меня Будет Все Лучше Да Нет Где Эти Люди С Хорошими Доходами И С Хорошими Машинами Много И в Храме Вот Поэтому Вопрос А вот Будет У меня Материальное Положение Хорошим Тогда Буду Вот И дьявол Так Говорит Он Бог Говорит Хорошо Только Душу Его Не Трож Забрал И то И другое Хорошо Ладно Ну Такой Сильный Человечек Попался Иов А ты Отними У него И здоровье Будет Ли Он Славит Тебя Это Мой Раб И Бог Верит В Иов Но Из Человеческого Естества Действительно Исходят Эти Стенания Эти Стенания Которые Иов И выражает Вот В этих Словах Скажу Богу Не Обвиняй Меня Объяви Мне За что Ты Со Мною Борешься Видите Нет и тени Сомнения Что Он Есть Или Что Он Несправедлив За что Ты Борешься Со Мною Хорошо Ли Для Тебя Что Ты Угнетаешь Что Презираешь Дело Рук Твоих А На Совет Нечестивых Посылаешь Свет Разве У тебя Плотские Очи И ты Смотришь Как Смотрит Человек Разве Дни Твои Как Дни Человека Или Лето Твои Как Дни Мужа Что Ты Ищешь Порока Во мне И допытываешься Греха Во мне Хотя Знаешь Что Я Не Беззаконник Вот Какой Диалог Ты Господи Знаешь Что Я Не Беззаконник И Что Некому Избавить Меня От руки Твоей Твои Руки Трудились Надо Мною И Образовали Всего Меня Кругом И Ты Губишь Меня Вспомни Что Ты Как Глину Обделал Меня И В прах Обращаешь Меня Не Ты Ли Вылил Меня Как Молоко Вот В данном Случае Очень Интересная Цитата Я хочу Обратить Ваше Внимание Речь Идет О Зародыше Как Формируется Человек Не Ты Ли Вылил Меня Как Молоко И Как Творог Сгустил Меня Кожею И Плотью Ты Отдел Меня Костями И Жилами Скрип Меня Жизнь И Милость Даровал Мне И Попечение Твое Хранило Дух Мой Вы Слышите Какие Слова Богу Но И То Скрывал Ты В сердце Своем Знаю Что Это Было У Тебя Что Если Я Согрешу Ты Заметишь И Не Оставишь Греха Моего Без Наказания Если Я Виновен Горе Мне Если И Прав Поднять Головы Моей Если И Прав То Даже И В этом Случае Не Осмелюсь Поднять Головы Моей Пред Всевышним Богом И Дальше Иов Продолжает И Зачем Ты Вывел Меня Из Чрева Пусть бы Я Умер Когда Еще Ничей Глаз Не Видел Меня Пусть бы Я Как Небывший Из Чрева Перенесен Был Во Гроб Кстати Вот Здесь Нужно Сделать Маленькую Отступку Бог Видит Что Страдания Человека Могут Быть Настолько Велики Что Он Иногда Душу Забирает В Царствие Божье Младенцев А Страдания Людей Как Бы Видит И Принимает Смерть Младенцев Как Страшную Трагедию Действительно Трагедия Для Человека Она Является Но Если Мы С вами Помним Слова Самого Бога Что У Бога Все Живы Что Он Бог Авраама Исаака Иакова Что Он Не Есть Бог Мертвых А Бог Живых Значит Души Людей Кто Бы Рано Не Умирал В Юности Ли Не Умирал В Старости Ли Не Умирал После Болезни Не Умирал Они Они Уходят Они Они Не Отпеваются Как Взрослые И Прости Ему Всякое Согрешение Вольный Невольный Там Такое Лирическое Последование Вы знаете Вот как Птенец Упал Из Гнезда А ты На своих Крылах Подхватил Его И не Дал Прикоснуться Земле Вот так Душу Младенца Который Вышел И ты Подхватил На крылья Свои И вознес Его В царствие Свое Вот такой Удивительный Даже Молитвенный Вздох От Священника Обращает Церковь На Отпевание Младенцев Поэтому Да Для Матери Да Скорб Но Есть Свои Промыслительные Пути Бог Может Видит Что Женщина Не Смогла Бы Воспитать А может Из Этого Ребенка Вырос Гитлер Еще Один Или Может Нерон И мы Не знаем И поэтому В промысел Божий Мы Не Проникаем Не задаем себе вопрос А за что Господи Если Ты Это Попустил Будем Повторять Слова Илова Буде Имя Господне Благословенно Отныне До века Нак Я Пришел В этот Мир Ничего Я В него Не Принес Нагим Я Из него Уйду Есть Хорошее Размышление Кто То Появился В этот Мир По Своему Желанию Или По Своему Хотению И Сидя Есть Кто Появился По Своему Желанию Вы Думаете Мы По Своему Желанию Уйдем Из Него Вот По Своему Желанию Уходят Смертные Грешники Это Грех Суицида Самоубийства Это Страшный Грех Это Душа Не Призвана А Когда Господь Призовет Всех Нас Господь Призовет В свой Час Мы Переступим Порок Вечности Вот Только Где Окажемся Поэтому Живет Христианин По Другому И Священное Писание Изучает Для Чего Чтобы На Его Примере Не Сделать Тех Ошибок Которые Делали Другие Чтобы Научившись На Чужих Ошибках Прожить Жизнь По Человечески А Что Такой Человек Мы С Вами Как Раз И Видим В Книге Иова Кто Же Он Такой Человек И Прежде Чем Христианином Стать Нужно Стать Еще Просто Человеком Человеком Который Праведен Понимает Что Он Сотворен Богом А Уже Потом Учиться Молиться И Уклоняться От Зла Вот Они Священный Текст Писания Сотвори Благо И Уклоняйся От Зла Дальше Снова Еще Один Друг По Имени Сафор Вот В Его Диалоге Есть Еще Такие Слова Я Постараюсь Вам Кратко Их Обозначить Длиннее Земли Мера Его И Шире Море Если Он Пройдет И Заключит Кого Ваковы И Представит На суд То Кто Отклонит Его Ибо Он Знает Людей Лживых И Видит Беззаконие И Оставит Ли его Без Внимания Не Пройдет Мимо Мимо Лживого Человека Бог Опять Кто Это Слышит Иов Который Отрицает Себя Ложь Потому Что Всю Свою Жизнь Он Старался Жить Как Человек Человек Богобоязненный Ухаживающий За бедными Нуждающимися Помогающий Сироте Заботящийся О вдовах Тех Которых Он И Кормил И Поил И Он Понимал Что Это И Есть Служение Всевышнему Иов Отвечает Спроси У скота И Научит Тебя У Птицы Небесной И Возвестит Тебе Или Побеседуй С землей И Наставит Тебя И Скажут Тебе Рыбы Морские Кто Во Всем Этом Не Узнает Что Рука Господа Сотворила Сие В Его Руке Душа Всего Живущего И Дух Человеческий И Плоть Его Не Ухо Ли Разбирает Слово И Не Язык Ли Распознает Вкус Пищи В Старцах Мудрость И В Долголетних Разум У Него Премудрости Сила Его Советы Разум Что Он Разрушит То Не Построится Кого Он Заключит Тот Не Высвободится Остановит Воды И Все Высохнет Пустит И Превратят Землю У Него Могущество И Премудрость Пред Ним Заблуждающийся И Вводящий В Заблуждение Покрывает Стыдом Знаменитых И Силу Могучих Ослабляет Открывает Глубокое Из Среды Тьмы И Выводит На Свет Тень Смертную И Вот Дорогие Вот Этот Диалог Я Постараюсь Вам В словах Иова Найти Очень важные Вещи На которые Обращу Ваше Внимание Это Мы Уже Перешли К Тринадцатой Главе В Которой Слышим Слова Иова Следующего Содержания И Вы Сплетчики Лжи Говорит Он Своим Друзьям Которые Пытаются Утешить Все Вы Бесполезные Врачи Ой Если Бы Вы Только Молчали Это Было Бы Вменено Вам В Мудрость Вы Служите Рассуждения Мои И Вникните В возражения Уст Моих Надлежало Ли Вам Ради Бога Говорить Неправду И Для Него Говорить Ложь Надлежало Ли Быть Лицеприятными Вот Он Убивает Меня Но Я Буду Надеяться И Желал Бы Только Отстоять Пути Мои Пред Лицем Его И Это Уже В Оправдание Мне Потому Что Лицемер Не Пойдет Пред Ли Его Вы Слушайте Внимательно Слово Мое И Объяснение Мое Ушами Вашими Вот Я Завел Судебное Дело Знаю Что Буду Прав Кто Меня Ибо Я Скоро Умолкну И Испущу Дух И Снова Он Как бы Говорит От Предверия Своей Смерти Но Посмотрите Как Продолжает Человек Рожденный Женою Краткодневен И Присыщен Печалями Как Цветок Он Выходит И Опадает Убегает Как Тень И Не Останавливается И На Него Ты Отверзаешь Очи Твои Обращается Иов К Богу И Меня Ведешь На Суд С Тобою Кто Родится Чистым От Нечистого Не Один Если Дни Ему Определены И Число Месяцев Его У Тебя Если Ты Положил Ему Предел Которого Он Не Перейдет То Уклонись От Него Пусть Он Отдохнет Доколе Не Окончит Как Наемник Дня Своего В Чести Ли Дети Его Он Не Знает Унижено Ли Он Не Замечает Но Плоть Его На нем Болит И Душа Его В нем Страдает Я Хочу Несколько Цитат Опустить И Дать Вам Почитать Их Самостоятельно Идет Диалог Иова С Каждым Из Его Друзей Но Иов Всячески Не Преклонен Он Цитирует А я Знаю Искупитель Мой Жив И он В последний День Восставит Из праха Распадающую Кожу Мою Сию И я Во плоти Моей Узрю Бога Вы Слышите Он Не Просто Говорит Он Пророчествует Я Прочитаю Эту Цитату Еще раз Это Цитата Из 19 Главы С 25 Стиха А я Знаю Искупитель Мой Жив И он В последний День Восставит Из праха Распадающуюся Кожу Мою Сию И я Во плоти Моей Узрю Бога Разве Не хочется Сказать После этих Слов Христос Воскресе И Всех Умерших Вот он Уже Пророчествует Исущих Во гробах Он Оживит Исущим Во гробах Подарит Жизнь Но Ивов Об этом Еще Подробно Не знает Почему Глубина Этой Книги Она Как бы Прообразует Самого Христа Страдающего И Побеждающего Смерть Я Узри Его Сам Мои Глаза А не Глаза Другого Увидят Его И Стоевает Сердце Мое В груди Моей Ни Чьи Это Глаза Вы Слышите Как Он Говорит Никто Там Мне Об этом Скажет Что Все Воскреснут Я Еще Увижу Бога Я Увижу Его Своими Глазами И Снова Беседа С Сафаром Я Ее Пропускаю Вы Прочитайте Ее Дома Но Вот В ответе Иова Есть Еще Такие Интересные Слова И Между Тем Они Говорят Богу Отойди От Нас Не Хотим Мы Знать Путей Твоих Что Вседержитель Чтобы Нам Служить Ему И Что Пользы Прибегать К Нему Видишь Счастье Их Не От Их Рук Совет Нечестивых Будь Далек От Меня Говорит Праведный Иов Интересно Что После Этого Диалога Мы С Вами Перелеснем Еще Несколько Страниц И Вот На что Обратим Внимание В продолжении Разговора Иова Вступит Еще Один Человек Который Совершенно Как бы Подойдет Со стороны Друзей И Этот Человек Который Будет Говорить Совсем По-другому Получит Оправдание Пред Лицом Божьим Но Это Дальше А пока В ответах На Вопросы И на Осуждение На Полемику Со Своими Друзьями Иов Отвечает Потому Что Я Спасал Страдальцева Пиющего И Сироту Беспомощного Благословение Погибшего Приходило На Меня И Сердцу Вдовы Доставлял Я Радость И Облегся В Правду И Суд Мой Одевал Меня Как Мантия Вот Его Праведность Еще раз Возвращает Ему Силы На То Претерпеть Все Страдания Которые Он Переживает Еще Очень Важная Мысль Которую Нельзя Пропустить В Этой Книге Господь Открывает Словами Еще Одного Удивительного Собеседника Елеуя Который Рассказывает О Глубине Правильных Размышлений И После Того Когда Умолкает Иов Он Обращает Своё Слово Как Младший Он Дает Высказаться Старшим Не Перебивая Этих Трех И Потом Выступает С Обличительной Речью И Говорит Воспылал Воспылал Гнев Гнев На Иова За То Что Он Оправдывал Себя Больше Нежели Бога А На Трех Друзей Его Воспылал Гнев Его За То Что Они Не Нашли Что Отвечать А Между Тем Обвиняли Иова В своей Речи Иллиой Говорит О Формировании Снега Мороза Льда Откуда Это Все Появляется Кто Это Все Сотворил И Он Снова Возвращает Этот Интересный Диалог К Тому Чтобы Обратить Внимание К Первоисточнику И Полон Я Речами И Дух Во Мне Теснит Меня Продолжает Иллиой Вот Утроба Моя Как Вино Неоткрытое Она Готова Прорваться Подобно Новым Мехам Поговорю И будет Легче Мне Открой Уста Мои И отвечу На лице Человека Смотреть Не буду И Никакому Человеку Льстить Не стану Потому что Я Не умею Льстить Об этом Правдиво Говорит Этот Собеседник И вот Еще Его Очень Интересная Цитата Или Он Вразумляется Болезнью На ложе Своем Человека Которого Вразумляет Господь Вразумляет По-разному Он Он Рассказывает О том Что Во-первых Это может быть В тонком Сновидении Вот Человек Только Задремал И У него Могут Быть Различные Интересные Откровения Причем К этому Относиться Нужно Спокойно Но Вот Как Об этом Пишет Книга Иова В 33 Главе Елеуй Который Доносит Эти слова Дослушающий Тогда Он Открывает У человека Ухо И Запечатлевает Свое Наставление Чтобы Отвести Человека От Какого-либо Предприятия Удалить От него Гордость Чтобы Отвести Душа Его От Пропасти И Жизнь Его От Поражения Мечом Есть Такие Откровения Люди Увидел Ясно Что Туда Ходить Не надо Или Ездить Туда Не нужно Не нужно Не нужно Потому Что Прям Видел Ясно То Что Меня Приостановило От Этого И Далее Пишет Он Или Он Вразумляется Человек Болезнью На ложе Своем И Жестокую Болью Во всех Костях Своих И Жизнь Его Отвращается От Хлеба И Душа Его От Любимой Пищи Плоть На нем Пропадает Так Что Ее Не Видно И Показывается Кости Его Которых Не Было Видно И Душа Его Приближается К могиле В жизнь Его К смерти Если Есть У него Ангел Наставник Один Из Тысячи Чтобы Показать Человеку Прямой Путь Его И Бог Умилосердится Над Ним И Скажет Освободи Его От Могилы Вот Какие Слова Открывает Нам Этот Собеседник Дальше Мы Снова С вами Постараемся Прочитать Дома О том Что К Богу Должно Говорить А потерпел Больше Я И Больше Не буду Грешить И Чего Я Не знаю Ты Научи Меня И Если Я Сделал Беззаконие Больше Не Буду Вот Слова Которые Обращает Человек К Богу Если Согрешил То Больше Не Буду Мы С вами Потихонечку Приближаемся К завершению Потому Как Вряд ли Можно В одну Встречу Прочитать Подробно Все Но Тем Не Менее Обращу Ваше Внимание На Те Последние Помните На Те Главы Которые Написал Ломоносов Свою Оду Почитайте Какое Величие Бога Описывается В этих Главах Чтобы Как бы Не Повторять Смысл Очень Хорошо Передает Очень Хорошо Приведу Буквально Лишь Несколько Цитат Отсюда Припаяшь Ныне Чресла Твои Как Муж Я Буду Спрашивать Тебя И Ты Объясняй Мне Где Был Ты Когда Я Полагал Основание Земли Скажи Если Знаешь Кто Положил Меру Ей Если Знаешь Или Кто Протягивал По ней Верфь На Чем Утверждены Основания Ее Или Кто Положил Краеугольный Камень Ее При Общем Ликовании Утренних Звезд Когда Все Сыны Божии Восклицали От Радости Кто Затворил Море Вратами Когда Оно Исторглось Вышло Как Бы Из Чрева Когда Я Облака Сделал Одежду Его И Мглы Пеленами Его И Утвердил Ему Мое Определение И Поставил Запреты У ворот И Сказал Доселе Дойдешь И Не Перейдешь Здесь Предел Надменным Волнам Твоим Посмотрите Какие Слова Вот Сказал Морю Вот Твой Предел Из-за них Не Выходи И Здесь Остановись Будут Штормы Будут Волны Но Вот Предел Который До Сегодняшнего Дня Сохраняется Заканчивается Книга Иова Тем Что Господь Обличает Трех Друзей И Оправдывает Иова Прощая Ему Все Те Слова Которые Он Произносил Но Самое Главное На нем Показывает Пример Не только Страданий Но И Милости Божьей И Отвечал Иов Господу И Сказал Знаю Что Ты Все Можешь И Что Намерение Твое Не Может Быть Остановлено Кто Сей Помрачающий Провидение Ничего Не Разумея Так Я Говорил О том Чего Не Разумел О Делах Чудных Для Меня Которых Я Не Знал Выслушай Взывал Я И Я буду Говорить И Что Буду Спрашивать У Тебя Объясни Мне Я Слышал О Тебе Слухом Уха Теперь Жи Мои Глаза Видят Тебя Поэтому Я Отрекаюсь И Раскаиваюсь В прахе И Пепле Иов Показывает Что В конце Своего Страдания Он Не Только Еще Переносит Его С Достоинством Но И Раскаивается Во Всем Том Что Даже В минуты Слабости Болезни Он Произносил Пред Как Господь Сказал Словате Иову Сказал Господь Елефазу Говорит Горит Гнев Мой На Тебя И На Двух Друзей Твоих За То Что Вы Говорили О Мне Не Так Как Верно Как Раб Мой Иов И Так Возьмите Себе Семь Тельцов И Семь Овнов И Дальше Он Предлагает Принести Жертву За Свои Грехи И Иову Вдвое Больше Того Что Он Имел Прежде Тогда Пришли К Нему Все Братья Его И Все Сестры Его И Все Прежние Знакомые Его И Ели С ним Хлеб В Доме Его И Тужили С ним И Утешали Его За Все Зло Которое Господь Навел На Него И Дали Ему Каждый По Кисите И По Золотому Кольцу И Благословил Бог Последние Дни Иова Более Нежели Прежние У Него Было Четырнадцать Тысяч Мелкого Скота Шесть Тысяч Верблюдов Тысяча Парвалов И Тысяча Ослиц И Было У Него Семь Синовей И Три Дочери И Нарек Он Имя Первой Эмимам Имя Второй Кассия И Имя Третьей Керенгапух И Не Было На Всей Земле Таких Прекрасных Женщин Как Дочери Иова И Дал Им Отец Их Наследство Между Братьями Их После Того Иов Жил Сто Сорок Лет И Видел Сыновей Своих И Сыновей Сынов До Четвертого Рода И Умер Иов В старости Насыщенный Днями Вот Это Последние Строки Книги Иов На Которой Мы С Сегодня Закончим Нашу Встречу Подвести Итог Хотелось Бы Тем Чтобы Мы Не Подумали Вдруг Что Нам Стало Все Понятно На Наоборот Я Хотел Попросить Вас Почитайте Поразмышляйте Книга Это Заставляет Думать Почему Нам Так Нравится Смотреть Телевизор Или Просто Просматривать Какие-то Новости Или Просматривать Какие-то Там Знаете Может быть Ролики Потому что Они Не Заставляют Думать Сиди Смотри За тебя Думают Те Которые Это Все Тебе Показывают А Книга Иова Заставляет Думать Она Заставляет Себя Отложить Она Заставляет Даже Спросить А может Быть Еще Пожить Немножко Чтобы Что-то На себе Испытать И не Забыть Страдания Иова Который Взывал К Богу О том Что Какой Я пришел Таким Уйду Буде Имя Господне Благословенно Вот Это Самое Главное Что Мне Хотелось Чтобы Закончив Сегодняшнюю Встречу Мы Как Можно Чаще Повторяли Эти Слова Нак Я Пришел В Этот Мир И Нак Уйду Из Него А Значит Зачем Человек Столько Суетишься Столько Сегодня Мы Предпринимаем Мало Полезного Мало Нужного Сколько Сегодня Приобретаем Того Что Потом Просто Валяется Ненужным Грузом Тратим На это Силы Средства А Жизнь Уходит А Все Таки Те Кто Приближается К Богу И Живут По Его Нравственному Закону Приобретают Гораздо Больше Давайте Стараться Приобрести Больше Через Изучение Священного Писания Чтобы Обращаясь К этому Мудрому Слову Исправлять Свою Жизнь Спасибо Господи И молитвами Святого Праведного Иова Господь Да Поможет Нам Если Постигнет Нас Страдание Все Перенести Понимая Что Не за грехи Может быть Страдание Попущено А для Исправления Для испытания Для Нашего Покаяния Для Осмысления Прожитого И Господь Знает Как Врачевать Своих Рабов А самое Главное Он знает Как их Спасать Вот Всем Нам С вами Желаю Спастись И в Разум Истинный Прийти Продолжение следует...